Отмечены вершины от 1 до 6, по 6 вершин подряд, а также отмечены вершины номера, которые делятся на 2, 3, 6, 9, 12. Тогда при любом повороте ровно 2 из вот этих вершин будут совпадать с этим. Другой способ. Наоборот, отметить 7 вершин подряд, а в качестве 6 вершин взять вот эти вот красненькие 1, 2, 8, 9, 12, 16. То же самое при любом повороте совместятся 2 вершины. Ну, казалось бы, картинка, картинка. На самом деле это вот о чем. Задача. Представьте себе, что на окружности один человек отметил красным цветом 7 вершин правильного 21 угольника. Другой человек, синий цвет, отметил 6 вершин того же самого 21 угольника, при этом не мог отмечать уже отмеченные красным. То есть, если вот первый отметил несколько вершин, то нельзя отмечать уже отмеченные. Задача. Докажите, что существует треугольник с красными вершинами и конкурентный ему треугольник с синий. Есть 21 угольник. Правильно? 21 угольник. В нем некоторые 7 вершин отметили одним цветом, а некоторые 6 других вершин отметили другим цветом. Докажите, что существует треугольник с вершинами одного цвета и конкурентный ему треугольник с вершинами другого цвета. Отмечали 6, потом 7? Так. Отметили какие-то 6 вершин и какие-то 7 вершин. Надо поворачивать круг. Дело в том, что при повороте форма треугольника не меняется. То есть, поворот это перемещение просто. Треугольник переводится конкурентный. Поэтому действительно нужно доказать, что если нарисовали 7 точек одним цветом у правильного 29-го года или еще 6 каких-то другим цветом, то при повороте можно совместить 3 или больше точек. Да. И как же это делать? Мне кажется, что красный точек будут стоять на месте, а через 7 не только как-то полагать, а в том, что красный точек простой рисун тогда назовется. Молодец. Конечно. Надо зафиксировать. Ну, каким мы зафиксируем? 6 точек на месте, а 7 крутится? Или наоборот, 7 на месте, а 6 крутится? Как вы понимаете? 7 крутится. 7 крутится. Все, договорились? Итак, 6 точек стоят на месте, а вот круг, на котором нарисованы 7, пусть крутится. Ребята, давайте договоримся, что если на какую-то точку наехали, то она издает вопли. На меня наехали! Со мной совпали! Замечательно. Скажите, пожалуйста, сколько раз завопит одна точка? 6. А, 7. 7. Если 6 точек на месте, а путешествует 7, то каждая стоящая на месте точка завопит 7 раз. Отлично. Но точка у нас 6, значит вопли раздастся 42. Отлично. Господа, а поворотов сколько? 21. 21. А 42 разделить на 21, это 2. Значит, либо при каждом повороте ровно 2 совпадения, или при каком-то повороте будет больше, чем 2 совпадения, а при каком-то меньше. Ребята, за счет того, что у нас в начале 6 точек и 7 точек были разные, в начале было 0 совпадений. Понятно? А значит, не может ли при всех поворотах ровно по 2 совпадения. Между прочим, вот на этих примерах можете проверить, при каждом повороте ровно 2 совпадения. За счет этого никогда не бывает много, да? А соответственно, если в начале было совпадение 0, значит когда-то их будет 3 или больше. Согласны? Да. Все.